Ролик переведен по заказу учебного центра Рояр. В чем разница между тенью дерева и тенью зонта, того же цвета и размера? Вы не поверите, я сидел в ресторане Гарден, и лист упал в бокал с пивом. И кто-то сказал, надо срубить это дерево и поставить зонт. Я подумал, это плохая идея. Дерево способно охлаждать воздух. Дерево умнее. Я бы сказал, это подарок. Я ученый, Ян Покорни. Мы в Южной Богемии, 150 километров до Праги, 150 километров до Вены. Мы изучаем фотосинтез и вапотранспирацию, которая считалась ненужной, потому что это потери воды. Но, когда я встретил профессора Вилла Риппера, он рассказал про растения, как они охлаждают, и я думаю, мы объединили это вместе. И в этот момент я осознал, насколько удивительно разумна природа и растения. Затем мы встретились с Михаилом Кравчиком, он гидролог. И мы написали эту книгу, «Новая парадигма воды. Вода для восстановления климата». В старой парадигме говорится, давайте направим воду к морю. Климат зависит от уровня диоксида углерода. Растительность — это пассивный объект. Уровень грунтовых вод опускается и становится сухо, потому что мы быстро утрачиваем воду. Новая парадигма воды — это удерживать воду в ландшафте, потому что если вода будет проходить через растения, у нас будет мягкий климат. Но как это сделать? Как известно, лес возникает при долгоестественной сукцессии. Большие континенты работают таким образом. Водный пар, производимый растениями, когда они растут и осуществляют фотосинтез, находятся вблизи растений и конденсируются в виде тумана или небольшого дождика. Мы называем это малым круговоротом воды. Это как насос. Он засасывает горизонтально воздух с окружающих областей, из океана в том числе. И тогда мы имеем достаточно воды. Это биотический насос. Теория, которая объясняет, почему над крупной лесистой территорией выпадают дожди, а над сухой землей нет. К сожалению, фактически человек занимается тем, что осушает большие территории. И теплый воздух формирует барьеры, которые препятствуют затягиванию влажного воздуха с океана. И мы удивляемся тому, что на больших территориях устанавливается засушливый климат. Они похожи на пустыню, потому что мы создали пустыни. И этому не обучают в школах, хотя это так очевидно. Когда мы встретили Питера Эндрюса на его ферме, местность там была очень волнистая. Мы тут же поняли, что ключ – это вода. И как сохранить эту воду в ландшафте. А поступил он так. Он так удержал воду и создал мелководные участки. Мелководные участки земли – это быстрый способ создать почву. Наше видение – это создать сеть, в которой люди будут сотрудничать, восстанавливая ландшафт, который потом будет устойчиво обеспечивать пищей сотни людей на квадратный километр. Природа знает, как это делать. Нам надо попробовать объяснить принципы. Мы – люди, которые знают о них. Нас много. В нашей стране мы называем это фермерский мозг или фермерские доводы. Давайте вдохновлять друг друга положительными примерами и покажем другим, что это возможно. Ролик переведен по заказу учебного центра «Рояр». В этом видео представлены знания о водном цикле. Это только один из пяти экосистемных процессов. Еще есть минеральный цикл, воздушный цикл, энергопоток и динамика сообществ. К сожалению, этим знанием не обучают в школе или университете. Даже такие специалисты, как эколог, агроном, землеустроитель, не имеют представления об этом, не говоря уже о практическом применении этих знаний. Из-за этого мы наблюдаем колоссальную водную эрозию почв объемом в 75 миллиардов тонн в год, экстремальные погодные явления, потерю питательной ценности в нашей пище и многие другие негативные последствия. Все проблемы от невежества и тех решений, которые принимаются на его основе. Друзья, учебный центр «Рояр» хочет исправить эту ошибку современной системы образования. Мы предоставляем бесплатный доступ к курсу «Понимание экосистемных процессов» как средство предотвратить экологическую катастрофу. Получив эти знания, вы сможете понять, как вам стоит действовать на своем дачном участке, усадьбе, родовом поместье или агрохозяйстве. Вы сможете понять, стоит ли вам создавать высокие холмистые гряды или может наоборот делать их заглубленными. Стоит ли вам рыть валоканавы и пруды или есть другие, более доступные методы повышения эффективности экосистемных процессов. Вы сможете понять суть любого предлагаемого вам инструмента и принять осознанное решение, стоит ли его применять на вашем участке. Курс по экосистемным процессам расположен по адресу royaar.org slash курс slash экосистема на онлайн-платформе учебного центра «Рояр». Живая ссылка дана в описании видео. Мы ждем вас. Вместе мы сможем исправить многое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова